МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 25 лет назад в Украине появились новые купюры. На 10-гривенной банкноте Киев разместил портрет Ивана Мазепы и был обречен выслушивать возмущения Москвы. Впрочем, в те годы Россия была погружена во внутреннюю политику куда больше, чем во внешнюю. Дмитрий Киселев вел программу «Час-пик» вместо убитого Листьева. Соловьёв выпускал оборудование для дискотек, а Путин вел предвыборную кампанию Собчака. Зато теперь все они гребут в одной лодке. И в начале мая вновь станут торговать истерикой, объявляя Кремль и его обитателей единственными наследниками победы во Второй мировой войне. Россия сделала ту войну источником легитимности, превратила ее в ресурс для самооправдания. Капитуляция Третьего рейха стала для Москвы универсальным искуплением всей советской политики XX века. А заодно еще и главным объяснением политических сюжетов в XXI веке. Российский политический словарь сегодня целиком состоит из терминологии Великой Отечественной. В нем есть фашисты и коллаборационисты, полицаи и нацизм. Тех, кто Москве не по душе, она записывает в наследники проигравшего Берлина. Тех, кто готов быть союзником, ассоциируются странами антигитлеровской коалиции. Ближе к маю мы снова услышим про крымско-татарский народ-предатель, про коварных украинских перебежчиков. Москва станет говорить о сбережении исторической памяти и защите воевавших дедов. Хотя именно Кремль последние 70 лет последовательно выхолощивает реальную историю той войны. Ретуширует неудобные факты, вымарывает целые главы, присваивает чужие победы и объявляет свои преступления делом рук в урага. Кремль не любит говорить о депортациях в годы войны, предпочитает не вспоминать о расстрелах Катыни, замалчивает историю первых двух лет Второй мировой и наотрез не хочет рассуждать о том, насколько история Великой Отечественной на советских территориях была продолжением гражданской войны. Вместо этого Москва продолжает осуждать соседей, отвергающих советские исторические клише. Рассуждает о праве Украины объявлять воинов УПА ветеранами войны. Объявляет предательством отказ от концепции Великой Отечественной в пользу Второй мировой. Хотя у самой России точно такие же проблемы с интегральными героями. Разве тянет на эту роль покоритель Кавказа генерал Ермолов? Может ли рассчитывать на статус объединяющей фигуры герой Балканских войн и ярый националист генерал Скобелев? Российское общество готово ставить на пьедестал всех тех, при ком страна прирастала территориями. Но готовы ли коренные народы покоренных территорий петь осанну всем этим людям? Уже доводилось писать, что в поисках собственного прошлого Украина пытается договориться об историческом контуре внутри своих собственных границ. До недавнего времени получалось так, что есть Украина плюс один. В роли этого самого плюс один оказывались западные области. История этих земель не вписывалась в концепт Великой Отечественной, потому что начиналась в 1939, а не в 1941. И нынешний процесс усложнения исторической памяти это всего лишь отказ от советского искусственного упрощения этой самой памяти. Причем осуждающие интонации одинаково роднят как прокремлевских спикеров, так и тех, кто претендует в России на диссидентство. Наверное, в этом тоже нет особенного противоречия. В конце концов, разница между ними лишь в том, что Кремль привычно ругает Украину за то, что она слишком Украина, а оппозиция в России огорчена, что Украина недостаточно Россия. Это отголоски старой дискуссии. В рамках кремлевского подхода Украина должна была стать УССР, подконтрольной и послушной. А в рамках российского либерального подхода Украину воспринимали как эдакий демократический ноев ковчег, в котором ни Эллина, ни Иудея, а только лишь свободный рынок и отказ от коллективных идентичностей. Впрочем, обе эти концепции стали глубоко неактуальными 7 лет назад. В тот самый момент, когда вторжение запустило процесс взаимного развода двух стран. Критиковать украинский поиск собственной истории за недостаточный лоск все равно, что ругать лавину за несоблюдение маршрута. В конце концов, но то она и лавина, чтобы быть неуправляемой стихией. Если же у вас есть вопросы, вы всегда можете адресовать их тем, кто в 2014 году на склоне решил пострелять из ружья. Продолжение следует...